Всем привет! Спасибо, что смотрите мой канал. В этом видео я расскажу о первом способе экономии, к которому вы можете прибегнуть, живя на территории Германии. И речь сегодня пойдет о различного рода картах. Я сегодня расскажу лишь о некоторых из них, а дальше я думаю, что суть вы поймете и сможете найти интересующие и подходящие именно вам карты. Первая карта, про которую я бы хотела рассказать, на мой взгляд, заслуживает отдельного внимания и очень популярна среди немцев. Это карта системы Payback. У нас она выглядит таким образом. Мы ее получали в магазине Reve. Также я точно знаю, что оформить такую карту можно в магазине DM. Выглядеть она будет несколько иначе, но суть от этого не меняется. Когда вы оформляете на себя карту, вы указываете свои данные и потом получаете две карточки на руки. Эти карточки зарегистрированы на один счет. Это очень удобно, когда, например, у вас семья и одна карта лежит у жены, другая у мужа, например. Совершая покупки в магазинах, которые поддерживают систему Payback, вы можете предъявить такую карту на кассе и тогда на счет карты упадет 1% от вашей покупки. Пункты, которые накапливаются на карте, можно увеличивать, умножать. Это можно делать с помощью приложения в интернете. Также это можно делать с помощью купонов, которые после вашей регистрации периодически будут приходить к вам на почту. Мой муж все активирует через интернет. Но в этих купонах обычно написано, в каком магазине и на сколько можно будет умножить ваши пункты. Например, в магазине ДМ пункты с вашей следующей покупки или покупки, когда вы предъявите данный купон, будут умножены на 5. То есть фактически вы получаете скидку на вашу покупку 5% вместо одного. Когда у вас на счету карты Payback накапливается 1000 и более пунктов, вы можете их обналичить. То есть вы можете получить взамен на эти пункты 10 евро, либо совершить покупку и рассчитаться полностью или частично с помощью этих пунктов. То есть если ваша покупка составляет 10 и меньше евро, а у вас на карте накопилось 1000 пунктов, то вы можете ее полностью оплатить с помощью них. Если у вас на карте, допустим, 1000 пунктов, а покупка стоит, допустим, 12 евро, то с вашего позволения списывают 10 пунктов и вы платите только 2 евро. То есть фактически это такая отсроченная скидка на следующую покупку, можно так сказать. Это очень удобно, если вы закупаетесь периодически, например, ходите в ДМ, пункты эти не сгорают. Вы закупаетесь, там бытовую химию, косметику, какие-то уходовые средства, еще что-то покупаете. Там можно распечатывать в этом магазине фотографии, например. В общем, периодически ходите в этот магазин и также, например, покупаете продукты в магазине Реве. У вас накапливаются пункты, вы так и так будете ходить в эти магазины и через какое-то время, когда пунктов будет достаточно, вы сможете получить скидку в виде 10 и более евро. Я считаю, что это прекрасная возможность. Кроме того, такие карты действуют не только в двух магазинах, которые я назвала. Перечень магазинов вы можете найти также в интернете на сайте payback.de. Туда входят и интернет-магазины, и заправки, и аптеки. И зачастую, когда вы приходите в магазин, где действует данная система, вас на кассе могут спросить, есть ли у вас карта payback, хотите ли вы ей воспользоваться. Если у вас достаточно пунктов, наверняка вас спросят, хотите ли вы расплатиться по этим пунктам. Часто бывает, что магазины, поддерживающие данную систему, также предлагают вам воспользоваться пунктами и получить какой-то подарок. То есть вот такая карта. По-моему, заводится она совершенно бесплатно, и поэтому я считаю, почему бы не завести и не пользоваться, когда попадаете в магазины, поддерживающие данную систему. Для тех, кто переезжает в Германию с детками, по-моему, магазин My Toys, это неплохой магазин с детскими товарами, поддерживает эту систему. И, по-моему, даже на ebay, если вы что-то заказываете, вы можете также копить пункты на данную карту. Такая же суть и у карты, которая называется Deutschlandkart. Только действовать она будет в других магазинах, но суть такая же, накапливайте пункты, и потом можете ими или рассчитываться полностью, или частично за вашу покупку, или получать деньги на руки. Если карта Payback действует в таких магазинах, как галерея Kaufhof, Apollo Optic, на заправке Aral, в магазине Reve, как я говорила, магазин DM, я вот вижу магазин Opel. Тут даже есть Risebüro, различные, то есть очень много где она используется, и довольно популярная карта, как я повторюсь. Эта же карта Deutschlandkart, на мой взгляд, она менее популярна, но также она действует во многих магазинах, информацию более подробную можно найти в интернете. Вот на самой карте в качестве примера написано, что действует она в магазинах Edeka, на заправке Esso, в дискаунте, который называется Netto Marking Discount, и в других каких-то магазинах. То есть вы можете смело пользоваться, вы можете завести себе также и не одну карту, никто вам не запрещает, и копить пункты, потом их успешно использовать. И еще одна карта, про которую я бы хотела рассказать, это карта, принадлежащая какому-либо магазину. У нас, например, есть карта от магазина Tegut, и здесь есть свои особенности. Для того, чтобы эта карта начала действовать, необходимо в неделю закупиться на 100 и более евро, по-моему, именно в магазине Tegut. С каждой покупки также начисляются баллы на вашу карту. С понедельника по пятницу, по-моему, 1%, в субботу 5% от вашей покупки. И если вы в неделю закупились на 100 и более евро, то вам придет купон на 5 евро в магазине Tegut. Им вы сможете воспользоваться при любой покупке, даже если она будет составлять 3 евро, или она будет составлять у вас 5 евро. Вы можете воспользоваться и, грубо говоря, ничего не заплатить за вашу такую покупку. Либо если сумма вашей покупки будет больше, то, соответственно, отминусуется 5 евро с помощью такого купона. На мой взгляд, это тоже удобно. Если вы регулярно закупаетесь в каком-то магазине, и там действует какая-то карта, почему бы ее не использовать? И если так получится, что вы выполнили условия этой карты и получите какую-то скидку на дальнейшие покупки, тоже почему бы и нет. Мне кажется, это всегда приятно. Итак, я вам рассказала про некоторые карты, которые существуют в Германии. Это далеко не все, что здесь есть. Но вот в качестве примера привела вам 3 такие карты. Я думаю, что желающие воспользоваться такими картами наверняка найдутся, потому что скидки это всегда приятно. И лучше сэкономить с помощью карты деньги и потратить их еще на что-то. На сегодня это все. Надеюсь, что видео было интересным и полезным для вас. Если вы еще не подписались на мой канал, обязательно подписывайтесь. Впереди нас ждет много интересных. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Ну а я с вами прощаюсь. Все будет хорошо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok